Приветствую всех! Это конденсатор. Он состоит из двух изолированных друг от друга обкладок. Давайте познакомимся с некоторыми из его удивительных свойств. Конденсатор на схемах обозначается вот таким значком. Изолированные обкладки. Между ними нет никакого проводника. Если обычный проводник, провод, мы можем замкнуть в цепь, подав питание, наша лампочка будет светиться. Но если будет разрыв, то ток проходить через разрыв не будет. Для постоянного тока конденсатор является непреодолимой преградой. И если здесь у нас пытается пройти ток, есть напряжение, то здесь не будет никакого тока. Но это для постоянного напряжения и для постоянного тока. А что же будет, если мы подключим конденсатор к цепи переменного тока? Давайте возьмем один проводочек и подключим последовательно в нашу цепь переменного тока вместе с лампочкой конденсатор. Он не должен проводить ток, ведь у него есть разрыв. Проводника нет. Включаем. Но наша лампочка светится через конденсатор. Почему? Как так переменный ток проходит через конденсатор? На самом деле все очень-очень просто. Постоянный ток это постоянное течение носителей заряда. Происходит оно вот так. Носители заряда бегут в одном направлении. А переменный ток? Переменный ток это у нас синусоида. Иногда и не синусоида. И наши заряды прыгают вдоль этой линии. Она не прямая. Поэтому на конденсаторе произойдет следующее. Наш конденсатор, пригораживающий движение к постоянному току, для переменного тока оказывается проводником. Электроны разгоняются и перепрыгивают конденсатор. Чем больше напряжение, чем больше переменность, тем лучше перепрыгивают электроны и продолжают течь через разомкнутую цепь. Что мы и наблюдаем. Эта картинка наглядно показывает, как конденсатор ведет себя в цепи переменного тока. А на этом все. Бай-бай! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...